Библейский портал экзегет.ру представляет 59 глава книги пророка Исаии. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. 58 говорит о посте, о том, что если поститесь вы для ссор и раздоров, кулаки распускаете от злобы, то ничего хорошего из этого поста не выйдет. Нужно разбить оковы неправды, поделиться с голодным хлебом, и тогда Господь услышит себя и спасет. 59, в общем-то, продолжает эту тему, но в другом ключе она скорее обличает нынешнее положение дел. Неужели коротка рука Господня не спасет? Неужели слух его ослаб, не услышит? То есть дело не в том, что Господь не способен спасти человека или не обращает внимания на человека. Есть другие причины, по которым это не происходит. Но отделяют вас от Бога ваши пороки. Из-за ваших грехов отвратил он лицо, не слушает вас. Запятнаны ваши ладони кровью, ваши пальцы пороком. Уста ваши говорят ложь. Неправда у вас на языке. Давайте обратим внимание, что начинается с ладони, запятнанные и пальцем, кровью и пороком. То есть это некое свойство человека, даже не с действия, а со свойства начинается. Дальше продолжается со слов. Продолжается словами. Уста говорят ложь, неправда на языке. То есть действия есть лишь выражение устроения человека. И действия обычно идут за словами. Никто не призовет к правде, никто не вступится за истину. Опираются на пустоту, говорят ложь. Зачинают преступления, рождают злодеяния. То есть мы видим, да, что слова, которые произносятся к тому и приводят, что в результате возникают преступления и злодеяния. Высиживают яйца гадючие, ткут сети паучьи. Съешь такое яичко, умрешь, а раздавишь, выползет змея. Вот здесь третья часть, она такая более медитативная, более глубокая по сравнению с первыми двумя частями книги Исаии. И вот здесь анатомия греха. Смотрите, ваши ладони и пальцы запятнаны, то есть в вас есть склонность к греху. Вы вместо того, чтобы призвать к правде, говорите гадости. И вы тем самым уже на словах порождаете этот грех. И дальше зачинают преступления, рождают злодеяния, высиживают яйца гадючие. То есть преступление не сразу происходит. Оно требует какой-то подготовки. Оно созревает, вот как плод в утробе или как зародыш в яйце. И вот его, это яичко надо высиживать, чтобы оно родилось. Не все так сразу. Не пойдет их паутина на одежду. Не укутаться им в то, что сделали. Они порочные их дела. Руки их насилия творят. Причем же здесь паутина. Паутина самая легкая. А насилие нечто очень тяжелое. Но паутина – это то, из чего нельзя ничего сшить. Да, вот их замыслы, их слова, их действия – это что-то такое, из чего нельзя сделать ничего полезного. Многие их спешно бегут козлу, спешат пролить невинную кровь. Все мысли их только о пороке, куда не ступит везде разруха и гибель. Но вот здесь уже начинается действие, причем мы видим действие безудержное. Не то, что один раз кто-то сорвался, с кем не бывает, но то, что это вот целенаправленная позиция. Насилие, разруха. Миролюбие неведомо им, справедливости на их путях не встретишь. Избрали они для себя кривые тропки, и кто ступает по ним, мирно жить не будет. Потому и далека от нас справедливость, праведность нас не достигает. Света ждем, а кругом только тьма, сияние, а ходим во мраке. Как слепые бредем по стенке, как безглазые, на ощупь. В полдень спотыкаемся, как в потемках. Среди здоровых мы, как мертвецы. Вот это состояние приводит, прежде всего, к слепоте. Да, вот можно сказать, мы грешны, мы порочны. Но мы слепы, он говорит. То есть человек, который живет по принципу греха и порока, он прежде всего слеп. Он сам не замечает, куда он идет. Он сам не понимает, к чему приведет это его действие. Но от этого он все равно страдает. Мы все, как медведи, ревем, как голуби, стянаем. Ждем справедливости, а ее нет. Спасение, как оно от нас далеко. То есть человек все-таки хочет при этом справедливости, спасения. Но он не дает другим того, чего он ждет для себя. Поэтому и сам не получает. Много у нас пред тобой преступлений, обличают нас наши грехи. Преступления остаются с нами, пороки наши нам известны. Вот состояние человека, который не просто согрешил, да, но любой человек согрешает. Но человека, который вдался в эти грехи и преступления до такой степени, что другого уже не видит, и что расстаться с этим он уже не может. И он остается вот в этом измененном состоянии. А измененное состояние — это измена перед Богом. «Изменили мы Господа, солгали, от Бога нашего отвратились, жестокую измену затевали, лживые речи рождало наше сердце». То есть опять начинается все со слов. «Справедливость отступила от нас, и праведность встала поодаль. На площади истина споткнулась, и честность войти сюда не может». Так не стало истины у нас. Поодаль они там, справедливость истина, встали, споткнулись, вот их что-то не пускает. Да, вот когда человек или целое сообщество живет в этом болоте, грязи, порока, разврата и насилия, то хорошее просто не попадает, оно не может войти. Места ему нет, оно не может в этом болоте, ну, потонется, если даже попытается в него забрести сама. «Так не стало истины у нас, и кто сам зла не творит, тому не сдобровать». То есть состояние, когда уже невозможно воздерживаться от зла, да, когда человека, не творящего зла, ему уже зло причиняют, ему не сдобровать. «Увидел это Господь, и счел он злом, что больше нет справедливости. Он вглядывался, но не было никого, кто мог бы за нас заступиться, сколько не всматривался он. Тогда сам он победу одержал, и подмогой была ему праведность его. Праведность надел он, как броню, шлем спасения возложил на голову, облегся в отмщение, как в одежду, укутался ревностью, как плащом». Вот позднее это праведность, как броня, шлем спасения, это будет в Новом Завете, в посланиях. Но здесь Господь выступает на бой, да? Вот смотрите, человек, общество человеческое погрязло настолько в этой пучине страстей, что уже несправедливость, неправедность до них просто не доходит, а сами они слепые, ничего не видят. И тогда Господь, как воитель, вступает в бой для того, чтобы вытащить оттуда человека. Но для человека это не очень приятный процесс или для общества. «По делам он отплатил им, противникам – яростью, врагам – возмездие, отомстит и воздаст острова». Вновь эти острова, но во второй части Исаии в основном говорится, что острова о нем узнают, а здесь о том, что… да, они о нем узнают, но узнают через наказание, через расправу над нечестием. «Устрашаться имени Господня на западе и слава его на востоке. Нагрянет он, как горный поток, что движим дуновением Господнем». Вот, значит, все-таки здесь речь идет скорее о язычниках, об окрестных народах. Ну, это зависит от того, где обретаются израильтяне. Как раз тут нам им, в общем-то, в равной степени описывают этих людей, которые погрязли в пороке. Но Израиль, Сион и Иерусалим по-прежнему остаются центром сборки человечества. «И придет к Сиону Искупитель, к сынам Иакову, что отвратились от злодеев пророчества Господа». То есть все-таки какая-то их часть была в этом состоянии, а те, кто изменились, они Бога и увидят. «И вот мой с ними завет, — говорит Господь, — дух мой, который на тебе, и слова, которые я вложил тебе в уста, всегда будут на твоих устах и на устах потомства твоего, — говорит Господь, — отныне и навеки. Вот мой с ними завет. Но завет — это договор, да, ветхий завет, новый завет. Здесь заключается какой-то еще один завет, а может быть, возобновляется ветхий, а может быть, заключается новый, мы не знаем, да, это не сказано. Но важно, что главный признак завета — мой дух и слова всегда на твоих устах». То есть фактически как слова — это первое, с чего начинается порог, насилие, вот это погружение во тьму, так слова — это первое, с чего начинается состояние, когда человек или общество в союзе с Богом. Все начинается со слов, в конце концов, текст, священное писание, мы говорим, ну что это такое? Это вот слова Господни или слова, которые описывают ветхий завет, потом новый завет, историю его заключения, его содержания, историю его исполнения и так далее. И получается, что от слов зависит невероятно много. Вот слова, которые остаются на устах и которые не просто как пустые формулы, да, можно повторять любые слова и ничего не вкладывать в них, но слова, в которые при этом вложен дух, они остаются на твоих устах, это знак того, что завет соблюдается. Вот интересная вещь, если общество говорит о Боге, говорит словами священного писания, значит оно в завете с Богом. Если оно рассуждает как-то иначе, значит нет. Выбор понятен.